МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знакомьтесь, сегодня у нас в гостях Николай Дмитриевич Никандров, президент Российской Академии Образования. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Николай Дмитриевич, скажите, для вас начало года, это обязательно сентябрь-октябрь, то есть учебный год, когда начинается? Академия, как организация, работает, вообще говоря, по календарным годам. Но для нас, понятно, 1 сентября, это действительно начало нового учебного года. Мы все-таки привязаны в хорошем смысле к учебным заведениям. То есть это для нас праздник, это для нас действительно начало нового года. Замечательно. Скажите, пожалуйста, вот в этот ранний час вы добрались к нам. За что большое спасибо. Скажите, вот... Мне приятно здесь быть. Ваш день начинается с чего? Ну скажите, что с зарядки. Я бы не назвал это чисто зарядкой, но я еще не помню ни одного дня с детства, чтобы я не двигался. Для меня это естественная форма жизни. Я должен двигаться. Если я не двигаюсь, я плохо себя чувствую. Но, правда, этого и не бывает, потому что я постоянно двигаюсь. И движение – это жизнь. Да. Это поняли не только сейчас, и не только мы. В древнем... В древности об этом писали. А вот в 11 веке одному английскому герцогу, итальянская школа медицинская, где он лечился, написала «Солернский регламент здоровья». И там были такие первые строки. Школа Солернская так королю англичан отвечала. «Если ты хочешь здоровье продлить, а не ведать болезни, тягость, забот отмени, сочти недостойным сердиться. Скромно обедай, о войнах забудь, не сочти бесполезным бодрствовать после еды и полуденного сна, избегая. Если врачей не хватает, пусть будет врачами твоими трое – веселый характер, покой и умеренность в пище». Но там как раз движения не было, потому что в 11 веке всем движения в общем хватало. А вот когда первый ректор Московского университета в 1755 году выступал с речью о путях, ведущих к просвещению, перед своими совсем немногими тогда студентами, он уже говорил так. «Беречь сил душевных, дабы они неумеренным прилежанием и бдением не были расстроены и переведены в замешательство. К отвращению чего иметь надлежит достаточное телодвижение с благоприятными, притом забавами, через что как телесные, так и душевные силы возобновляются, оживляются и делаются способные к упражнению в науке свящим успехом». Здорово. Ну что ж, а мы предлагаем вам бодрое начало дня и предлагаем присоединиться к нашим героям, которые проведут зарядку на рассвете. И не ленитесь, да, Екатерина? Да, делайте упражнения вместе с нашими героями, и вы получите тот заряд, который вам необходим на целый день. С чего начинается день? Конечно же, с зарядки. И сегодня зарядку на рассвете с вами проведу я, Екатерина Самарина. Вы готовы? Тогда начнем. Исходное положение стопы на ширине таза, весь корпус подтянут. Мы делаем вдох, смотрим наверх и выдох вниз. Еще раз наверх и вниз. Вернули голову в центр, делаем вдох и отводим голову вправо. И аккуратно перекатываем справа налево. И еще раз. Еще два раза. И возвращаем голову в центр. Поднимаем руки наверх, потянулись в потолок. И опустили вниз. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. Открыли руки наверх, забрали замок, потянулись в потолок. Делаем вдох. С выдохом наклон вправо. И попружинили. Теперь мы меняем угол наклона, вытягиваемся в диагональ. Потянитесь ладонями от себя, ягодицами назад. И мы переводим корпус вниз. Потянитесь вниз к полу. Отпустите замок. И аккуратно круглой спиной вырастаем наверх. Выросли. И круг плечами назад. Еще раз. Собираем руки в замок, разворачиваем от себя. Потянулись вверх в потолок. Вдох. С выдохом наклон. Попружинили. Раз, два, три. Меняем угол наклона, вытянулись в диагональ. Потянулись. Попружинили чуть-чуть. И опять уходим вниз. Потянулись к полу. Отпустили замок. Круглой спиной вырастаем, вырастаем наверх. Расправили плечи. Обе руки наверх. Правую оставляем наверху, левую опускаем вниз. И раз, два, три. Поменяли руки. Еще раз, два, три. Еще два раза. Раз, два, три. Поменяли. И раз, два, три. Разводим руки в стороны. Делаем вдох. И с выдохом скручиваем корпус. Также чуть-чуть пружиним. Вернулись в центр. И в другую сторону. Еще центр. Раз, два, три. Центр. Раз, два, три. Вернулись. Руки наверх. Вдох. Выросли на полупальцы. Потянулись вверх. И ушли вниз. Округлили спину. Взяли себя в замок. Над ягодицами мы делаем вдох. И три пружинки руками вперед. Раз, два, три. Слегка ослабили руки. И еще раз, два, три. Вдох. Раз, два, три. Аккуратно отпустили руки. Вернули их вниз. Вдох. Круглой спиной наверх вырастаем. И круг плечами назад. Стопы поставили вместе. Слегка согнули ноги в коленях. Ладони положили над коленными чашечками. И мы делаем легкие круги вправо. И в другую сторону. Вдох. И наклон вниз. Потянитесь вниз в пол. И руки через стороны поднимаем наверх. И слегка прогнулись назад. Посмотрели наверх в потолок. Вытянулись вверх. Руки через сторону вниз. Мы еще раз вырастаем на полу пальцы. Опускаемся вниз. Вдох. И выдох. И в заключении мы разомнем с вами стопы. Выходим вперед. Любую ногу. И делаем круговые вращения стопой. И в другую сторону. Опустили ногу вниз. И другой ногой. То же самое. В одну сторону. И в другую. Вернули ногу вниз. Глубокий вдох. И выдох. Мы закончили. Сегодня у нас в гостях президент Российской Академии Образования Николай Дмитриевич Никандров. Все правильно. И тема нашей программы – начало новой жизни, новый учебный год. Расскажите, как повести за собой людей? Как убедить их? Ну, повести за собой людей вообще, я не беру сказать как. А вот приметенно к тому, о чем как-то полуслучайно начался разговор, движение, зарядка и так далее. Очень-очень давно, даже сразу сказать, как это было давно. Я читал лекции по введению в умственный труд, техника, личная работа, вот всякие такие вещи для первокурсников. И помимо всяких уже имеющихся в книгах советов, я решил посмотреть на них самих. Что и как получается, если люди, скажем, достаточно спят, достаточно двигаются и так далее. И вот примитивно к движению делал такой, казалось бы, примитивный эксперимент. Вот первокурсники, примерно 100-150 человек. Делим пополам. Половина в течение пяти минут между двумя периодами лекции сидят неподвижно, а другая половина встали, сели, встали, сели, встали, сели. Пять раз. Пять раз его. А потом простые тесты на устный счет и перевод простых фраз иностранного языка на русский. И оказалось, что когда народу много, даже не так много, ну сотни, 150 человек, уже тогда на статистических значимых уровнях видно, что это примитивное, простейшее движение уже улучшает результаты. И вот тогда, это не просто я им скажу, что, допустим, если вы не делаете зарядку, не занимаетесь спортом в 18, то в 45 лет у вас будет в три раза больше шанса получить инфаркт. Для 17-летнего 45 и 80 примерно одно и то же. Она это не чувствует. Ну, конечно. А вот это не на себе видят. Так что вот как хотя бы в этом повести немножко в нужном управлении. Ну, замечательно. Вот мы и пришли к нашей главной теме образования, Николай Георгиевич. Скажите, пожалуйста, вот образованный человек, кто такой? Какой он? Это многие есть мнения. Некоторые есть очень остроумные высказывания. Например, мне нравится такое понимание. Образование – это то, что когда забудется, все выучено. А в другом случае, это один немец сказал, знать многое о многом и все о своем. Но на самом деле образованный человек – это тот, который образованный, еще не значит воспитанный, хотя в принципе воспитание в образование входит. Это тот человек, который умело ориентируется в жизни той, которой он сейчас живет, и та, которая ему предстоит. А для этого нужно много знать, много уметь. А что такое просвещение, на Ваш взгляд, сейчас? Просвещение? Ну, есть многие слова, которые частично синоними могут считаться, частично нет – образование, просвещение, да даже и воспитание. Просвещение, как сама филология слова, это значит, мы несем свет. Свет в прямом смысле слова, в смысле духовного обогащения человека, в смысле всего, что ему полезно. Жизнь школьника отличается от жизни дошкольника, да? И вот кто должен подготавливать психологически ребенка к школе? Детский сад, семья? И надо ли это делать? Ну, даже в законе написано, что первыми воспитателями ребенка являются родители, это семья. Это понятно. Но вместе с тем, вот относительно недавно, ну как недавно, жизнь так быстро меняется, возникло у нас слово «дошколка». То есть, ребят нужно к школе готовить. И опыт Советского Союза, я не оговорился, именно Советского Союза, не России, показал, что даже не очень хорошо оборудованный, простенький детсад, в общем, готовит к школе лучше, чем типичная семья. Я не беру семью, где очень много занимается ребятами, детьми. Хотелось бы, чтобы так везде было, но, увы, это не всегда так. И вот в типичной семье все равно готовят к школе хуже, чем готовит простенький, нормальный детский сад. Это был урок, который Советский Союз дал всему миру. И после того, как этот урок был получен, практически все развитые страны мира перешли к тому, что до школы есть какое-то дошкольное воспитание в организованных видах. Они называются по-разному в разных странах, но это не только семья. То есть, мы были первыми в этом, да? Первыми не в возникновении, скажем, детских садов. Даже само слово детский сад, это от немецкого кинтергартен. То есть, слово-то изобрели не мы, и идею изобрели не мы. Но если уже такие давние вещи забыть, а вспомнить относительно недавнюю историю, советскую историю, то да, это именно Советский Союз дал такой урок, и его хорошо усвоил весь мир, и действительно перешли к дошкольному воспитанию в организованных формах. Увы, как раз тогда, когда была перестройка, и особенно начало лихих 90-х, это было практически утеряно. И вот сейчас мы, примерно 65% ребят дошкольного возраста, проходят из-таки организованной формы. Но я думаю, что это положение мы все-таки изменим. Николай Дмитриевич, а вот вы лично в школе на отлично учились? Очень неровно я учился. Как интересно. Да, действительно, очень неровно учился, метался между гуманитарными, естественно, научными и точными дисциплинами. И, так сказать, был, я бы сказал, задержался в своем развитии, поскольку буквально в 10-м классе, а для меня в то время это был последний школьный год, я так и не знал, то ли идти по точной линии, то ли по гуманитарной. Я точно знал одно, мне хотелось учиться в Ленинградском университете, и эта мечта сбылась. Я приветствую всех, кто присоединился к нашей беседе. Я напоминаю, что в гостях у рассвета Николай Дмитриевич Никандров, президент Российской Академии Образования. Тема нашего разговора – Новый год, Новый год учебный. Николай Дмитриевич английский, немецкий, перечисляю, французский, итальянский, испанский. Вы полиглот? Ну... Или жизнь заставила? Что такое поле? В старом русском языке было так – один, два и много. Давно-давно-давно. Так что в этом смысле, да, полиглот. Но я знаю людей, которые гораздо больше языков знают. В школе пришлось изучать все это, либо вот жизнь заставила? Да, как сложилось? Нет, жизнь не заставила. Мне действительно было интересно в школе. Именно нравилось изучение языков. И я поэтому пошел по этой линии. Думаю, что не совсем правильно выбрал, но это другой же вопрос. Вот так. Как это так? А если у вас была возможность бы выбрать заново, какую линию вы выбрали бы? Вы знаете, я думаю, что, скорее всего, что-то из естественных наук. Мне очень нравилась химия, нравилась физика. Но в итоге получилось так. И я думаю, это, в общем, даже можно сказать и можно правильно оценить. То есть я думал, что вот когда, поскольку языки давались очень легко и память была очень хорошая, то я думал, что вот пять лет хорошей, веселой студенческой жизни мне обеспечено. И это правда. Но когда я понял, что не только в языках дела, на филологическом факультете Ленинградского университета, на который я поступил, а что там было много другое, уже менее мне интересное, то я понял, что да, это не совсем то. Хотя я безумно благодарен своей, как говорят, альма-матер Ленинградскому университету, теперь самому петербургскому. Вы в начале своего ответа сейчас сказали, что вот выметались и то, и то выбирали, да? А вот как родителям выбрать школу для ребенка, вот чтобы не было первую очередь? Чтобы не было этих метаний, да. Начиная вот с этого года, постепенно будет вводиться так называемый публичный доклад учебного заведения, не только школы. Любое учебное заведение должно давать публичный доклад, где будет написано, что оно о себе думает, как оно себя хочет представить. Так что вот можно посмотреть на этот публичный доклад. А это будет доклад кому? Где он будет выложен? Это доклад, который учебное заведение обязано давать в органы управления образованием, и должен быть он выложен в интернете. Так что вот понятно, что одно дело я сам о себе говорю нечто, а другое дело, так сказать, то, что я сам собой представляю. Тут полного соответствия может и не быть, или чаще всего даже не будет. И как с этим тогда поступать? Ну, все-таки. Вы знаете, было такое старое понятие, как это сарафанное радио. Оно, может быть, звучит не очень изящно. До сих пор работает лучше всего? Ну, конечно, оно работает лучше всего. Но думаю, что для начала, ну, буквально уже в этом году, скажем, в будущем году, я думаю, надо начинать вот с этого, если всерьез браться за это дело, вот с этого публичного доклада. Вот вы сказали о системах обучения. Существуют в начальных классах системы обучения, там, Позанкову, Эльконина Давыдова, да? Еще, может быть, какие-то есть? Ну, вот, к сожалению, мы с Катериной по возрасту уже проскочили. Можно назвать их экспериментальными так? Ну, во-первых, я должен заметить, что вы не так далеко проскочили. Я гораздо дальше проскочил. Те имена, которые вы назвали, это имена наших уважаемых членов Академии. Ну, некоторых из них я знал. Да нет, знал всех, хотя в разной степени. А Давыдов работал вице-президентом, когда я уже был президентом Академии. Но я бы сказал, что это выдающийся наш ученый, вклад которого в образование значительно больше моего. Я в этом абсолютно убежден. Ну, и действительно, есть разные системы. Они не все бесспорны. И вот я бы сказал, что сейчас самое главное – не быть привязанным к одной какой-то системе. Нет единого рецепта, наверное, ни в чем. В частности, все люди разные, все ребята разные. И поэтому идеальный вариант, когда учитель, свободно владея разными методиками, в зависимости от того, с кем он имеет дело, с какими ребятами, с каким классом, выбирает разное. Но почему я говорю, что не бесспорно? Вот, скажем, одна из идей в системе Занкова – это обучение на высоком уровне трудности. А с другой стороны, я говорю, это перегрузки. Это подходит, наверное, не всем детям. Это, конечно, подходит не всем. И по-разному это можно понимать. То есть, все-таки, основа не в одной какой-то системе. Хотя понятно, что есть энтузиасты и одной какой-то системы. Идеальный учитель, если вообще о нем можно говорить, кстати, типично это о ней. Потому что у нас, если взять в целом по школе 90%, а в начальной школе почти 100% учителя – это женщины. Так вот, если брать о идеальном учителе, пытаться говорить, то это тот, который владеет разными системами, свободно между ними переходит. А идеальный учитель, он какую интонацию выбирает для разговора с учениками? Это монолог, это диалог или это дискуссия? Идеальный учитель какой он? Разный. Вот в этом я бы не стал искать признака идеального учителя. Да, были такие исследования как раз вот именно в этом плане. Сколько на уроке говорит учитель, и сколько в совокупности говорят все ученики. Это вообще серьезный показатель, потому что лучше, чтобы были все-таки активные ученики, и это очень важный признак. Но все-таки иногда бывает и школьная лекция, и ребятам это тоже нравится. Не потому, что они могут спокойно сидеть и расслабиться. Вот получается хорошая школьная лекция тоже. Хотя типичной лекцией является вузовская, конечно, лекция. И здесь опять мы приходим к тому же. Нельзя на все случаи жизни взять одно. И даже такое, как казалось бы, активность, ну, правда, может быть, активность внешне не выражена, не обязательно говорить человек, он может активно слушать. Активно мыслить в этом плане. Активно мыслить, конечно. Так что и здесь должно быть разнообразие, и учитель хороший, скажем, тот, который свободно между разными системами переходит. Вы говорите об идеальных вариантах, Николай Дмитриевич. Вы говорите, что нельзя зацикливаться на одной программе, нужно попробовать. Вы говорите о том, что учителя, как и просто люди разные, вот тоже и так, и так. Ну, что значит попробовать разные системы образования, да? Это прийти в класс, где учатся по Занкову, не понравилось, не справился. Перейти в класс, где учатся по Давыдову, не понравилось. И перейти в класс, где практикуется обычная школьная программа. Вот так как? Вы, опять же, действительно берете идеальный случай, потому что идеальный случай, или точнее то, что по закону сейчас возможно, это выбор школы, между прочим, выбор учителя и выбор класса. Реально, конечно, это мало возможно. Ну, школу, да, выбрать можно. А вот уже в рамках школы выбрать учителя, выбрать класс, ученику и даже с помощью родителей, это не очень типичный случай, скажем так. Хотя хотелось бы, чтобы это было тоже так. Но для того выбора нужны определенные знания, информация нужна. Она не всегда есть. Поэтому я все-таки, вы правильно сказали, что одно дело идеал, а другое дело типичный случай в жизни. Есть еще момент такой в школе. Уроки физкультуры. Как, по вашему мнению, сейчас достаточно вот таких занятий? Мы начали нашу беседу с темой зарядки, бодрого утра, да? Что касается школьников. Вот им достаточно от тех часов? Нет, им точно недостаточно. Конечно, типичная школьная программа покрывает потребность движений. Ну, в целом, по каждому возрасту это своя потребность. Но все-таки примерно на четверть. Это уже очень мало. Это в том случае. То есть они не компенсируют нагрузки. Это, конечно, не компенсирует. То есть вы имеете в виду, что... Умственные. Да, конечно, это не компенсирует. Нужно больше. И вот то, что сейчас будет, я надеюсь, все-таки будет третий урок физкультуры, это дело очень хорошее. Идут споры вокруг него. Идут споры. И идут... Есть такое понимание, что это дополнительные трудности с расписанием оказывается. Но все-таки я за то, что... Да простят мне преподаватели других предметов. Физкультура это... Ну, если не главное, это очень значительно. Мы с вами полностью согласны. Конечно, конечно. Это же благо для наших детей. Да. Давайте поменьше спорить об этом. Николай Дмитриевич. Наука есть ясное познание истины, просвещение разума, непорочное увеселение жизни, похвала юности, старости подпора, строительницы градов, полков, крепости успеха в несчастье и в счастье и украшении. Везде верный и безотлучный спутник. Так говорил Михаил Ломоносов. Простите, что не наизусть, в отличие от вас. Но я могу добавить из... Добавьте. Также науки юношей питают, отрады старым подают, счастливой жизнью украшают, несчастные случаи берегут. Вот вы часто в интервью говорите о Ломоносове и приводите в пример историю пешего похода за знаниями Михаила Ломоносова. Вот вам он близок по духу? По духу трудно сказать. Но это действительно наш выдающийся ученый, выдающийся патриот. Вот в этом втором качестве он не менее значим. Поэтому и для меня это тоже очень значимо. Я считаю, что любой российский гражданин, а он как раз был российским гражданином, патриотом, должен в этом смысле брать с него пример. У него была масса недостатков, как у любого нормального человека. Ну это прощается все. Конечно, конечно. А вот в этом он был очень хорошим человеком. Ирина процитировала нам великого просветителя. А сейчас время цитат великих людей на телеканале «Просвещение». Недовольно того, что просвещение приносит народу и благосостояние, и могущество. Оно доставляет человеку такое душевное наслаждение, с которым ничто не может сравниться. Каждый образованный человек чувствует это и всегда скажет, что без образования жизнь его была бы очень скучна и жалка. Николай Чернышевский. Доброе утро всем, кто присоединился к нашей беседе. Это программа «Рассвет» на телеканале «Просвещение». Я напоминаю, что у нас в гостях президент Российской академии образования Николай Дмитриевич Никандров. Николай Дмитриевич, мы продолжим разговор о школе. И сейчас во многих школах ввели электронные учебники. На ваш взгляд, это естественный процесс? Не забудем ли мы на ощупь вот эти странички, типографскую краску? Но это ощущение какое-то очень особое. Я за то, что это было обязательно. Вернее, чтобы это обязательно было, правильнее вот так сказать. Конечно, то, что вы сказали о бумаге, типографской краске, это еще долго будет с нами. На мой век точно хватит. Думаю, что хватит на ваш. Но все-таки электронное обучение, как иногда говорят, и-learning дает огромные преимущества. У меня есть электронная книга, не самый последний вариант, в которой практически вся русская классика, в которой много зарубежной классики на разных языках. И весь это все 300 грамм. Кроме того, все то, что есть в моем компьютере, мною ли созданное, откуда-то взятое, из интернета, я могу тоже туда загрузить. И это я могу взять с собой. 300 грамм. Понятно. Учебник – это не только и не столько художественная литература. Там вот на самом деле действительно важен цвет. Цвет электронной книги не дают. А это уже серьезное ограничение. Ну и, конечно, или-или, я бы сказал, и-и правильный будет подход. Но то, что электронное обучение, дистанционное обучение, электронные учебники – это нужное дело, очень хорошее дело. Сомнений для меня нет. То есть Российская Академия образования продвигает технологии будущего и в образовании? Ну, это вообще так. Даже независимо от электронных учебников, но и в этом тоже. У нас есть и институт, который занимается этими вещами. И я думаю, что в подавляющем большинстве наши сотрудники, а у нас все к школе и к другим учебным студентам есть прямое отношение, я думаю, согласен со мной, что это дело и современное, и это дело во многом будущего. Николай Дмитриевич, а Вы упомянули дистанционное обучение. Это альтернатива дневному и заочному, вечернему? Или как эти системы сосуществуют? Я думаю, что это и альтернативой может быть, хотя лучше бы нет. Очень-очень давно, когда было модным, так называемым, программированным обучением, это было лет аж 40 назад, один умный американец сказал так. Учитель, который может быть заменен машиной, должен быть ею заменен. Не должны быть такие учителя, которые только дают информацию, и, соответственно, это может быть заменено машиной. Учитель не только обучает, он воспитывает. И, может быть, даже это более трудная и более значимая часть его работы. Поэтому я думаю, здесь не об альтернативе, а о том, что во многих случаях эта альтернатива даже есть как палеотив, то есть лечение от беды сложившейся. Например, очень отдаленное место. Сейчас, фактически, действительно многое у нас не получилось в перестройке образования, но практически во всех школах, всех регионах, даже самых отдаленных от нашей страны, есть компьютер, есть интернет. Свои недостатки есть. Иногда не хватает железа, то есть самих компьютеров. Иногда программное обеспечение хромает. Но все-таки это есть. И с трудом я себе представляю, как, не скажу, забытый богом, но в очень отдаленной деревне, вот недавно я по телевидению видел об одной школе разговор был, там три учащихся и два учителя. Вот. Идеальный вариант, просто идеальный. Не знаю, не знаю, они не могут. Девочки, кстати. Выделяют и те, и другие, да. Девочка, которую спросили, как тебе нравится, очень трудно учиться, сказала. Меня каждый день спрашивают. Спрашивают, каждый день, конечно. Больше некого спросить. Так что вот есть и это. Но во всяком случае, вот, чтобы получить действительно качественное образование по любому предмету, в этой школе и в такой школе можно только с помощью компьютера, с помощью интернета. Это благо. Николай Ильич, вы сказали перестройка образования, да? Вот ваша академия, она как раз и занимается перестройкой образования? Она занимается перестройкой образования. Мы стараемся делать хорошие учебники. Мы стараемся продвигать активные методы обучения. И в то же время мы прекрасно понимаем, и думаю, что это все понимают, что все-таки есть некая инерционность в образовании. И это не минус, а это в известном плане благо. Потому что что-то должно быть в жизни стабильное. И это что-то, ну, прежде всего, я бы сказал, должно быть образование. Оно действительно должно меняться. Оно меняется. Но слишком быстрые изменения, они приводят к поспешному внедрению того, что еще недостаточно опробировано. Вы согласны с этим? Потому что очень многие учителя... Ну, мы все водим детей в школу, да? У кого-то мамы, бабушки в школе работают. И очень многие учителя на самом деле стонут. Вот опять новую прислали рекомендацию. Опять что-то новое. Вот нам придется сворачиваться, и опять все по-новому. Эти сумасшедшие отчеты. Вот действительно, немного ли, не часто ли? Во всяком случае, часто ли или нет, трудно судить мне. Но факт то, что, конечно же, образование должно меняться. А вот стабильность какая-то все-таки тоже быть должна. Что касается частоты, я бы сказал так. У нас вообще весь 20-й век, практически во всех странах, век непрерывных реформ образования. Я бы думал, что постепенность должна быть большая. Но это, кстати, понимают и все. Но вот когда вы сказали, что разные рекомендации, вот я бы сделал акцент на слове рекомендации. Сейчас совершенно определенно и в законе образования. И я абсолютно убежден и знаю это, что в Министерстве образования так считают. Ничего сугубо директивного быть здесь не должно. Должны быть самые общие указания, если хотите это слово, я все-таки употреблю. Должен быть определенный стандарт. О нем много споров. Вот введен сейчас стандарт начального образования. С большим трудом заканчивается работа над стандартом основной школы. Но так или иначе стандарт все же должен быть. Во всем он должен быть. Даже в таком тонком деле, как воспитание и обучение. Но сверх стандарта мелочных рекомендаций не должно быть. Это должны быть не мелочные, а достаточно общие советы. Но правда есть и очень подробные рекомендации. А вот дело учителя взять их или взять что-то свое, и это точно дело учителя. Да, и вот мы опять приходим к идеальному варианту, когда учитель, настоящий учитель, который может взять нужную рекомендацию, который может взять того ученика, которому подходит эта программа. Это вот я не знаю, дорогого стоит. Придем ли мы когда-нибудь к таким учителям? Я считаю, что иногда критикуются школа, система образования вообще, учитель. Но, в принципе, я бы за то, чтобы этой критики было как можно меньше. Учителю непросто работать. И не только потому, что его труд не вполне адекватно оценивается в материальном отношении. Что тоже очень важно. Что тоже очень важно, конечно. Ведь это не все учителя работают в Москве и в Петербурге, в больших городах, где есть дополнительные поддержки сверхфедерального уровня оплаты. Но и действительно трудно работать учителю. В некотором смысле труднее, чем было работать, скажем, в Советском Союзе. Труднее. Безусловно. Почему? Потому что в Советском Союзе при многих вопросах, которые тогда возникали, и при многих трудностях, была одна легкость, не легкость, но я все-таки об этом скажу. Тогда работа школы и учителя поддерживала всей системой социализации. Тогда трудно было себе представить ситуацию, когда учитель в школе говорит одно, а с экрана телевидения, даже когда оно уже было в советское время, неслось совсем другое. Ну, я могу об этом говорить много, но вряд ли нужно. Это всем и так понятно. Вот тогда была в этом смысле последовательность. А вот в этом обилие информации из разных источников, которые владеют иногда учителя менее умело, чем старшие, скажем так, учащиеся, им очень сложно. Интересная история получается. Мы стремимся развить ранние способности ребенка, его индивидуальные способности, а на подходе к высшим учебным заведениям наталкиваемся на универсальную систему проверки знаний, а именно единый государственный экзамен. Николай Дмитриевич, как вы к нему относитесь? К ЕГЭ, да? К ЕГЭ? Да. К нашему любимому. Знаете, я думаю, что это неплохой способ такого получить некое общее представление, что знают наши школьники. Причем можно сколько угодно говорить, и часто ведь как критикуют ЕГЭ, на какой основе? Вот пришел из школы папа, пришла из школы мама, дедушка, бабушка, и говорит, какой ужасный вопрос в тестах, которые дали нашим... То есть какой-то конкретный вопрос берут и недовольны. Так вот, когда-то, очень давно, в Ленинграде еще, это был действительно тогда еще Ленинград, мы занимались продвижением механических тогда, немножко тогда уже электронных, способов проверки знаний в правил уличного движения. То есть это были тесты, которые потом получили всеобщее распространение, сейчас это делается практически всегда для проверки правил уличного движения. Тогда это только начиналось. И вот я почитал очень много тогда литературы и вбьется в том, что чисто математически огромное количество глупых, несовременных, всяких прочих вопросов, в общем, они чисто математически скрадываются и для общей оценки практически не играют никакой роли. Ну, я готов это сказать на простом примере. Если, допустим, вот есть какой-то вопрос, ну, скажем, произошла сегодня наша встреча или не произошла, только два варианта. Человек, которому задан этот вопрос, может не знать грамоты, он может не знать Иры и Кати, он может не знать меня, не знать, что такое телевидение, но если ему дано две кнопки, два варианта, он нажмет одну из них. Обязательно какую-то нажмет. Какую-то нажмет, 50% вероятности угадывания. Но, например, если брать пять подряд данных правильных ответов, как единый данный правильный ответ, из них нескольких вот таких глупых даже, неудачных вопросов, то получается, что вероятно случайного ответа будет одна тридцать вторая, то есть одна вторая в пятой степени. А это уже меньше, вероятно, случайного правильного ответа, чем, вероятно, случайной правильной оценки живым учителям. Живой учитель, ну, заболела у него печень, увы, немножко может убавить. Симпатичная девушка пришла к профессору, может немножко прибавить. Вот такова жизнь, стель-авик, как говорили французы. Вот электронная любая тестовая система от этого свободна. Беспристрастно. Беспристрастно в этом смысле. Другое дело, что она не схватывает сообразительности во многом. Много чего еще не схватывает. Аналитических способностей, да? И тоже частично не схватывает. Об этом не раз говорил Виктор Антонов Садовничий, и мы с ним совершенно согласны были всегда. То есть ЕГЭ не должно быть единым в абсолюте. Пусть это будет основной даже способ проверки, но во многих других случаях он должен дополняться, ну, скажем, живым учителям, которые все-таки побеседуют, которые проверят иными способами, недоступными для ЕГЭ. Хорошо. Вот ваше мнение с уважаемым Садовничем поддержали? То есть разрабатывается уже какая-то альтернативная система проверки знаний? Поддержали. Причем здесь я бы отдал явно пальму первенства именно Садовничему. И благодаря его усилиям сейчас уже более сотни различного рода олимпиад. Это же есть, я не скажу, альтернатива. Это дополнение к ЕГЭ, и это очень важное дополнение. То есть я думаю, что это очень хорошее дело. Я напоминаю нашим телезрителям, что вы смотрите программу «Рассвет» на телеканале «Просвещение». Тема нашей программы – Новый год, учебный год. Оставайтесь с нами, мы встретимся через несколько минут. Ну вот, задача на деление. Раздели буханку хлеба на нож. Что получишь? Ну, по-моему, бутерброды, конечно. А если умножить приятное количество бутербродов на солнечный денек, зеленую лужайку, шашлык-машлык и друзей-товарищей, по-моему, получится отличный пикник с отличным настроением. Доброе утро, дорогие друзья! Самый популярный английский бутерброд, конечно, закрытый – сэндвич. Чаще с огурцом и маслом. Для пикника лучше не бывает. Мы же сегодня решили приготовить вариант, может быть, не особо подходящий для завтрака на траве, но просто для завтрака, безусловно, интересный. И, что немаловажно, не затратный. Ведь при всем уважении к спажам, цикорьям, шпинатам и даже к огурцам, колбаса у нас растет лучше. Хоть ливерная, хоть докторская. Кстати, и сам бутерброд появился на свет исключительно в медицинских целях. Спасибо, нет, не играв в сэндвичу. Хотя и он молодец, сумел войти в историю желанием и в карты играть, и рук не марать. А Николаю – копернику. Хотя, если бы он не стал создателем гелиоцентрической картины мира, то об эпизоде с бутербродами, думаю, никто бы и не вспомнил. Великое к великому. А дело, тем не менее, было так. В молодости коперник изучал медицину в Падуанском университете в Италии, но докторского диплома так и не получил. После этого его дядя, епископ Вациль Роды, по-родственному, устроил его каноником во Франбургский собор и одновременно комендантом Эллинштейнского замка. Не устану повторять, большие родственники – это очень хорошо. Большие проблемы – не очень, но важно умение их решать. В скорости замка садила войско Тевтонского рыцарского ордена, и началась эпидемия неизвестной болезни. Путем исследования коперник выявил, что причина заразы – в загрязненном хлебе. Уронил кусок, подумал на него и проглотил, не заметив, насколько он чист. А вот если намазать, ломать, чем же? Ну, маслом, например. Тогда приставшую грязь можно счистить вместе с намазкой. И вот здесь появляется еще одно имя – Адольф Бутенатт, почти бутерброд. Глава гильдии аптекарей и врачей города Лейпцига. Когда Тевтоны отступили, он самолично приехал в Эллинштейн, чтобы узнать о методах и способах лечения болезней. И коперник поделился с ним опытом. Окончание истории совсем скоро, но пока время делиться опытом по созданию бутерброда. Не как факты мирового наследия, а поконкретнее. Бутерброд, хоть он простой, с ливерной колбасой, но горячий и аппетит от него огнем горит. Горячие бутерброды с ливерной колбасой. Хлеб намазать маслом и выложить на него кусочки ливерной колбасы, придавливая их ножом посередине, чтобы края колбасы оказались выше. Бутерброды выложить на противень, каждую колбасную чашечку залить взбитым яйцом и присыпать зеленью. Запекать в духовке, пока яйцо не схватится. И так сказать, послесловие. Через два года после смерти великого астронома в 1545 году, в ходе одной из многочисленных войн, которые велись немецкими княжествами, загадочная болезнь возникла снова. И Адольф Бутенат вспомнил о методе Коперника. Известно, что на сей раз болезнь не отступила, бутерброды не помогли, однако всем понравились и запомнились. Помнится и сейчас. Вот такая хорошая история, согласитесь, хорошего вам начала дня бутербродного, не так ли? На сегодня все. С вами была Жанна Соловьева. Встретимся завтра. Пока. Доброе утро тем, кто присоединился к нам. Я напоминаю, что в гостях у нас президент Российской Академии Образования Николай Дмитриевич Некандров. Николай Дмитриевич, скажите, вы упомянули про Олимпиады, а вот соотношение льготники, олимпиадники, платники, бюджетники. Есть баланс? Вы знаете, очень, я бы сказал, что не то, что баланс или дисбаланс. Просто это, да, это проблема, это проблема. Это, в общем-то, все-таки, хотя ЕГЭ, как это сказано официально, и это правда, введен штатный режим, то все равно много проблем возникает. И вот даже не столько проблем в качестве так называемых кимов, контрольно-измерительных материалов, а в самой системе процедур. Вот соотношение разных форм ЕГЭ, соотношение ЕГЭ и Олимпиад, ну, много чего есть, что надо еще решить. Но это решение не может быть умозрительным. Должно пройти некоторое время. Сколько? Боюсь сказать. Я бы думал, что правильный этот вопрос задать, например, Любови Николаевны Глебовой, которая занимается Рособранадзором. Но я думаю, что некоторое количество лет, лет, а не месяцев, потому что это же каждый год начинается снова, должно пройти, прежде чем это станет вполне приемлемой, всеми или многим, большинством одобряемой практикой. Это практика от критерия истины. Недавно президент России в преддверии 1 сентября заявил, что образование ждет перестройка очередная, и что в течение 5-10 лет у нас многие вузы закроются, либо объединятся, и дадут зеленый свет ПТУ. Таким образом, мы хотим поменять соотношение юристов, финансистов и так далее, и каменщиков, плотников, сантехников и тому подобное. Скажите, вот такие кардинальные меры, они действительно сейчас необходимы? Нам так и не удалось повысить престиж рабочих профессий? Нам точно не удалось повысить престиж рабочих профессий. Дело в том, что когда-то система профтехобразования, ПТУ, а еще до этого ремесрия на училище были, была, в общем, очень неплохой системой. Конечно, многие стремились выше, и это естественное стремление. Но все-таки совершенно понятно, что только чисто интеллигентным трудом мы не создадим того, что требует железо, что требует рук. Нужны рабочие, нужны квалифицированные рабочие. И эта система была в значительной мере разрушена. Мы об этом, мы, я имею в виду, академия, наша академия, а кроме того, есть такая специальная общественная академия профессионально-технического образования, говорили об этом, но слышны, вообще говоря, не были. И поэтому я считаю очень правильно, что во время самого Госсовета президент об этом сказал. Я думаю, что вот это есть тот случай, когда мы, пусть не сразу, но в нужное время и на нужном уровне были услышаны. Я надеюсь, что министерство это правильно будет делать. Но вот в вашем вопросе было и другое, что будет закрыто очень много вузов. Или они объединятся. Они объединятся. Да, все это может быть и, наверное, должно быть, поскольку, увы, говорить о том, что все наши вузы и особенно их филиалы дают качественное образование, мы, конечно, не можем. То есть это факт. Другое дело, что когда в выступлениях разных руководителей проскальзывают конкретные цифры, ну, скажем, должно быть 150, 200 вузов, я считаю, это неправильно. У нас есть, хорошая или плохая, я бы считал, что она не такая и плохая, система критериев, по которым оценивается вуз. Есть процедура оценки вузов. И те вузы, которые прошли эти критерии, они должны быть сохранены. Мы не должны задаваться числом, мы должны заниматься качеством. То есть популяризация высшего образования имела и побочный эффект? Я думаю, что от нее отказываться все равно не нужно. Дело в том, что любое образование, в том числе и высшее, это не только подготовка кадров, это еще и выполнение, удовлетворение определенных потребностей человека, который хочет стремиться выше, он должен стремиться выше. Кто-то не будет, кто-то будет. То есть возможности такие должны быть даны. Популяризировать высшее образование тоже нужно. Я хочу немножечко, вот буквально кратко вернуться к школе. Вы были одним из инициаторов 12-летнего обучения. Да, точно. Вы очень часто говорите, что скоро мы все-таки придем к этому, потому что шаги уже двигаются. Я не задаюсь временем, но я считаю, что мы к этому придем и думаю, что особенно долго ждать не придется. С какой стороны начнем? С детского сада, либо прибавим после школы? Раньше начнем или позже? И то, и другое возможно. И то, и другое возможно. Кстати, должен я заметить, что вот наша идея 12-летней школы, а это фактически официально было провозглашено в 2000 году, совсем намного позднее, а именно в прошлом году, да, президент Медведев высказал идею 11-летки. Это уже прибавление. Я думаю, что осталось недолго ждать, когда будет 12-й год. Хорошо. Чем заполним этот учебный год? Физкультурой, инъязом, изо чем? Это должно быть в соответствии с стандартом. Я думаю, что то, что должно быть много физкультуры, я это говорил, говорю и обязательно уверен, что так будет. Что касается инъяз, вы знаете, я люблю иностранные языки. Да, мы это уже поняли. Знаю их несколько. Но я бы сказал так. Вот тот родитель, который сейчас хочет, чтобы мама, чтобы девочка, мальчик, сын, дочь знали несколько языков, должна или должен крепко подумать. Я думаю, сейчас это уже не так актуально. Это очень трудно сказать, но все-таки я скажу, что для практических целей важно в подавляющем большинстве случаев, чтобы ребята знали английский язык как дополнение к своему родному языку. И очень хорошо, хотя все-таки не обязательно, чтобы еще был какой-то второй иностранный язык. Скажите, а вот вы у себя в Академии как собираетесь и говорите, а давайте вот это вот мы сейчас распишем и внедрим. Вот как это у вас происходит? Откройте секрет. То, что вы сказали, это мне напоминает старый фильм. А да, вспомнил какой-то фильм «Весна». Вот там, как происходит открытие, замечательно показано это было. Сел, подумал, открыл. Осенило? Так, а на самом деле? Разумеется, нет. Во-первых, мы, конечно, изучаем практику. Смотрим, какие есть прорехи или недостатки в практике. И в предположительном духе смотрим, что может это исправить. Потом идут эксперименты в малых масштабах, потом в более широких масштабах. И, конечно, очень осторожно мы считаем, что все это нужно внедрять. Если делать все наспех, может повезти, но может и не повезти. А поскольку предмет наших трудов, так сказать, очень тонкий, это человек, это ребенок, то, конечно, это все нужно делать крайне осторожно. А вы не устали от такой ответственности? Все люди должны нести определенную ответственность. Кстати, даже я бы сказал вот что. Особенно трудно нести ответственность в воспитании. Потому что если чего-то я не додал, в чисто информационном плане, ну, этим человек может овладеть не сегодня, а завтра, послезавтра. А вот если я неправильно, плохо или вообще не воспитал его, то вот это быстро так завтра, послезавтра не решается. Николай Дмитриевич, наш канал очень молод, но мы верим, что нами движет великая идея. Как вы думаете, у нас получится? Я уверен и хотел бы думать, что получится. Был такой классик, который сказал, идея становится материальной силой, когда обладевает массами. Но вот у вас действительно хорошая идея. Идея нести свет, просвещение в самом широком плане понимаемо. И то, что это делаете вы молодые, это, конечно, очень здорово. Вы же понимаете, что без знания, опыта и поддержки старшего поколения мы не сможем продвигать какие-то вот такие основные идеи жизни. Без вашего опыта, да. Я бы даже так сказала, да. А это должно друг друга равновешиваться. То есть, после Первой мировой войны во Франции был мудрый премьер-министр, его фамилия была Климансо, Жорж Климансо. Он сказал, тот, кто в молодости не был радикалом, тот не имеет сердца. Но тот, кто в старости не стал консерватором, тот не имеет ума. Так вот это головы. Вот это должно быть друг друга равновешиваться. Ну что ж, я открою, наверное, нашим зрителям секрет небольшой. Николай Дмитриевич согласился любезно войти в попечительский совет нашего телеканала. Поэтому наши встречи, я уверена, станут частыми, интересными. И мы будем ждать от вас только добрых и хороших новостей, Николай Дмитриевич. Ну, я буду стараться других не приносить. За что вам большое спасибо. И еще, вот не хочу заканчивать на официозе, если позволишь, Катерина. Я знаю, что вы очень любите музыку и любите петь. Не прошу напеть что-то в студии. Хотя было бы здорово. Вы знаете, я люблю музыку, причем очень многие жанры. Как еще и Вольтер говорил, все жанры хороши, кроме скучного. Я считаю, что невозможно только с серьезной музыкой. Но я, может быть, опять-таки можете вырезать, если это будет не очень интересно, расскажу, как я пел для Поворотти. Это очень интересно. Конечно, давайте. Это было в 87-м году. Я был в Соединенных Штатах Америки. И губернатор родного штата пригласил меня. Тогда мы вызывали большой интерес. Было время перестройки. Вот. На один прием. Но самым интересным человеком в этом приеме был, конечно, Лучано Поворотти. А я очень люблю его. Жаль, что его нет больше с нами. Вот. И по-английски я говорю, но по-итальянски тоже, думал, не знал, что он говорит по-английски. Я подошел к нему и говорю. Вы знаете, я вот из России. Я очень люблю ваше творчество. С таким удовольствием всегда вас слушаю. Ну, думал, что он вежливо мне кивнет. Но не только вежливо кивнул. А что больше всего вам нравится? И я был готов к ответу. Потому что, на самом деле, мне очень нравится Травиата. Вот то, что он, как он и что он там поет. Думал, что на этом кончится. На этом не кончится. А что мне больше всего нравится? И вот тут я нагло ему спел. Либи-ямо, Либи-ямо, не лест и количи, кэля бэллецэн фьёра. Эй-ля, фуджеволь, фуджеволь, лёра, сенебрия волюта. Я не могу здесь петь в голос. Очень хорошо. Во всяком случае, вот это то, что я спел для Повороте. Мало кто может похвастаться вот таким достижением. Ну, что ж, я считаю... Ну, музыку я действительно очень люблю. Да. Катерина, я считаю, что это будет... Великолепное утро. Великолепное утро, которое может быть. Спасибо за этот заряд. Спасибо вам большое. Спасибо. Я думаю, что мы ещё не единожды встретимся в этой суте. Очень надеемся. И, может быть, мы с Катериной успеем выучить хоть пару строк и споём вместе с вами. Если осмелимся. Прекрасно. Спасибо. 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 Спасибо.